Доброе утро! А также пищевые отходы, кроме костей и яичной скорлупы, так как они очень долго разлагаются. Лучше всего заготавливать компост в компостный ящик. Растительные остатки должны выкладываться слоями. У меня первым слоем пойдут скошенная трава и сорняки. Выложили растительный слой. Очень важно перекрыть его слоем земли, чтобы органические остатки лучше разлагались. Когда мы разровняли слой земли, необходимо пролить его водой, а лучше зоосодержащими удобрениями, например, карбамидом. 20-30 грамм на ведро воды. В моем случае 2 столовые ложки. И теперь равномерно проливаем. Все, теперь нам остается в течение всего лета заполнять компостный ящик органическими остатками, слой за слоем. Тогда через год мы получим прекрасный компост. А если не добавлять никаких азотсодержащих удобрений, тогда ваш компост будет готов через 2-3 года. Ну а я желаю вам хорошего дня и богатого урожая.